Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8.33 в Викторинбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро, друзья. И у нас сегодня в гостях управляющий партнер компании «Чарлидер» Ольга Чебыкина. Мы очень рады видеть здесь, в реале, не по телефону. Доброе утро. Доброе. Что ждет рынок труда в 2024 году? Будем обсуждать тенденции. Карты Таро привез. Я думаю, что именно карты Таро нам помогут. Потому что, смотрите, я читаю, например, из этой самой статьи, тенденции уходящего года, из которых 5 тенденций. Так, связанных с дефицитом кадров. 5 из 5. Давайте 5 из 5. Ну, например, начало выравниваться понимание дефицита кадров на всех уровнях бизнеса, в том числе и у топ-менеджмента. Принят факт дефицита кадров. Дошло, да? Да. Ой, аллилуйечка. Да, да, да. Продолжительный период дефицита кадров таки влиял на экономику компании. Так выясняется. Да, изменились запросы и ожидания людей от работы. Руководство осознало, что с сотрудниками... Так нельзя. Ну, вернее, там по-другому сформулировано, что с сотрудниками необходимо взаимодействовать через человекоцентричность и автоматизацию процессов. Вот как-то так. Смотрите, я считаю, что весь прошлый год, а мы с вами были весь прошлый год вместе, практически каждый понедельник, мы с вами очень хорошо поработали. Потому что все, о чем мы говорили, все темы прошлого года, вот, пожалуйста, они в статистике. И эта статистика уже не наша с вами, которую мы наблюдаем на площадках, а это общая статистика по рынку, которая на сегодняшний день абсолютно оправдывает все те ожидания и все те тенденции, про которые мы говорили. В общем, в прогнозировании мы с вами можем поставить себе пятерку. Точно, мы смогли. Молодцы. Что будет дальше? Ну, в принципе, если мы уже знали, что будет там в 2023 году, мы с вами можем спрогнозировать на 2024. Дальше будет хуже, да? Ну, давайте так. Хуже уже не будет. Хуже могло бы быть, если бы осознание не пришло. А, ну тут уже мы типа начали бороться с болезнью. Но осознание, да, все-таки пришло, да, ну, то есть заболевание условное, да, в кавычках заболевание, да, ну, несовершенство, да, оно диагностировано, и мы знаем, что его нужно компенсировать. То есть мы создали уже клуб анонимных работодателей, да, типа вот когда они собираются кружочковые такие, я понимаю, что человек важен. Вот смотрите, любая задача, если мы там говорим про психоэмоциональный уровень, про уровень действий и вообще про уровень развития человека, она решается по трем параметрам. Понять, принять и действовать. Понять и простить, да. Поняли? Поняли, да. Ну, вот простить весь предыдущий период, да, 30-летний, да, которые совершались определенные ошибки, они совершались по определенным причинам. Ну, блин, ну какой смысл сожалеть об этом, да, там, посыпать голову пеплом, ну, никакого смысла в этом нет. Принять. Мы приняли, да, всем рынком мы приняли, да, у нас дефицит кадров. Да, этот дефицит кадров никуда не денется. А дальше, что с этим делать, да? Вот если мы говорили с вами про тренд человекоцентричности, да, какие компании будут выигрывать в следующем году? Те компании, которые понимают, что программы благополучия сотрудников нужно создавать. Простые и сложные, разные. Разные, да. Вот мы с вами много говорили об институте корпоративного психолога. Ну, то есть это психологическая поддержка сотрудников. Если мы с вами посмотрим там на крупные корпорации, на Сбербанк, да, у них есть онлайн-поддержка психологическая. Ну, потому что это огромные компании, там невозможно одним там человеком или группой людей обеспечить всю эту потребность, да. Онлайн-сервисы, окей, да, у них есть свои недостатки у этих онлайн-сервисов, но тем не менее они есть, и люди туда могут пойти и решать какие-то свои задачи, да. Личные, корпоративные, это неважно, да. Если эта компания поменьше, да, и, допустим, тому же топ-менеджменту нужен корпоративный психолог, а им нужен корпоративный психолог, поверьте мне, потому что степень напряжения, в которой они работают, она велика. Вот вчера только опять разговаривали с одной компанией, не буду называть с какой, да, ну, топ-менеджер ушел по собственному желанию из жизни. Ну, он не выдержал. Ничего себе. Ну, он не выдержал. Я, к большому сожалению, понимаю, что такие истории не единичные. Это не единичные истории, да, и если мы посмотрим даже там на крупные корпорации, и наши, и международные, да, там эти кейсы есть, да, ну, то есть человек находится в такой степени напряжения, да, но не принимает помощь, я имею в виду психологическую, да, не работает с этим, и тогда мы приходим вот к этому. А это риск, это риск для экономической составляющей компании, да, потому что заместить любого генерального менеджера, функционального менеджера, это стоит денег. Очень много. Такая странная история, кстати, у нас с психологами и с тем, что их как будто бы опасаются. У меня мама работает в школе, как раз-таки дает консультации. Некоторые родители настрого запрещают детям общаться с психологом, потому что что? Вот из серии. Ребенок, вот там два у меня есть сценария, почему так происходит. Одна из версий из серии, может тот ребенок рассказать психологу, что, может быть, не стоило бы. Вариант. Слышите, и родители боятся. И родители боятся. И это тоже. А вторая история, что, а что, он психован, он у меня псих, что ли? Зачем ему психолог? Он же здоровый. Он же здоровый. И вот эта вот проблема как раз-таки, когда нормальная помощь, нормальная помощь, которая нужна, воспринимается, как будто бы тебе намекают на твою нездоровость вообще. Ну, это в принципе наша история, да, ну, то есть вот мы говорили много о том, что когда мы пишем слово психотерапия, допустим, в наших каких-то публичных статьях, да, или в наших выступлениях, когда мы начинаем разговаривать на этом языке с бизнесом, и большинство предпринимателей, да, большинство руководителей говорят, я не псих. Психотерапия – это не про я, я не псих, это психиатр. Это психопатология. Это следующий кабинет. Это другое, да, это медикаментозное лечение, это совсем другие вещи, да. А психотерапия – это обработка своего внутреннего мира, и психотерапия – это инструмент роста, потому что я отрабатываю свои личностные ограничения. Вот я бы очень хотел, чтобы мы к этому так относились. Ну, это постепенно. Вы же понимаете, что всё новое, да, оно внедряется медленно. В прошлом году, мы сейчас смеёмся и с коллегами, и там делимся со своими клиентами, у нас в прошлом году один из членов группы в обучении, когда мы программу обучения делали в Пермском крае, молодой человек, он сказал, ой, а что, психологию наукой уже признали? Мы говорим, аллилуйя. Аллилуйя, да, психология давно признана, наука. Вот понимаете, да, ну, то есть вот эта вот содержательно-информационная просветительская вещь, да, то есть она медленно. Это как вот должно произойти окно овертона, да, чтобы мы туда какую-то новую норму включили. Вот как раз помощь психотерапевта, квалифицированного качества, психолога или психотерапевта, в этом тоже большая проблема, кстати, да, пока ещё в нашем психологическом сообществе, да, это ресурс, да. Вот когда мы начнём это так воспринимать, да, тогда нам всем станет, правда, легче. Но, повторюсь, внутри этого, да, внутри сообщества психологического и корпоративного, и клинического, да, ещё своих проблем хватает, которые тоже должны решаться, которые решаются, но на это нужно время. Так что вот если возвращаться к рынку труда, да, программы благополучия сотрудников, корпоративный психолог – это только одна из частей, да. Мы там ещё учим эмоциональному интеллекту в обязательном порядке, мы там ещё учим управлению собственной ресурсностью, потому что наши силы никто не отменял, они есть, да, точка. Да, вот когда мы научимся к этому, вот сейчас мы признали, что дефицит кадров существует, точка. Когда мы научимся признавать, что да, у нас у всех ограниченный ресурс, мы должны его научиться восстанавливать. А вот смотрите, мы сегодня утром говорили про уборку города, и про транспорт говорили, и мы понимаем, что в тех сферах тоже жуткий кадровый дефицит. То в транспорте, что в уборке. Везде. Везде. Как в других во всех сферах, да, мы все это понимаем. А как решать ситуацию там? Как везде. Как? Абсолютно как везде. Ну, смотрите, ситуация ведь решается не только на уровне людей. Понимаете? Ситуация решается на уровне общего менеджмента. И это, кстати, вторая тенденция, которой в следующем году... Сейчас мы всё поймём про качество менеджмента, кстати. Конечно. Вот, понимаете? Конечно. Вот, и поэтому это второй тренд большой, который нас ждёт с вами с точки зрения кадрового рынка. Качество управления, да, качество наших управленцев. Да, у нас на сегодняшний день большинство наших управленцев, они кто? Они самородки. Есть у меня какие-то склонности... То есть это не системная история? Нет, вообще не системная история. 30 лет мы пытались там внедрить MBA и всё, ну да, то есть вот это квалифицированное управление. Но, к большому сожалению, пока основная наша часть – это самородки, да. Но самородки долго... Ну, если мы переходим на другой уровень, да, не просто подзаработать и приодеться, да, быстренько извлечь результат, а если мы переходим к системному, долгосрочному, стратегическому управлению, самородки уже не справятся, им нужна технология, да. Если мы говорим о том, у нас, ну вот из того, что я слышала по уборке города, у нас это в чате одноклассников очень муссируется, да, потому что у нас есть ответственный прямо там внутри чата. Да, так вот кто во всём виноват. Да, да. Какие причины указываются? Недостаточно хорошо развитый парк, а это ошибка менеджмента, на минуточку, первичная ошибка менеджмента. Второй – это недостаток... Парк, вы имеете в виду техники? Парк техники, да. Ну, то есть говорится о том, что они не могли вывезти машины на дороге, потому что они их завести не могли. Те холода, которые с нами случились, да, как будто холода – это у нас не что-то постоянное, да, а что-то вот с нами случилось нечаянно, какая-то катастрофа. Да, ребят, это не катастрофа, это вообще-то наши обычные условия, да. Как мы всегда говорим, когда у нас первый снег выпадает, и у нас не чистится, зима настала неожиданно. Вы что, прогноз не слушаете или что? На календарь не смотрите. Да, на календарь не смотрите, да. Ну, то есть вот эти все профилактические меры, они на уровне техники должны производиться, да. То есть чтобы и в 38 машина могла выйти, правильно, на трассу, да. Это первое. Второе – системная работа с персоналом. Вы что, не знали, что дефицит труда на рынке у нас? У вас одномоментно встали увылить 300 человек? Да, да, ну, нет ведь, нет ведь, да. Ну, вы должны, ну, не успели вы, да, за ростом заработных плат. Ну, ребят, ну, вот вам, пожалуйста, катализатор, да. Ровно то же самое, то, что у нас произошло там с отключением тепла в Московской области, это же ровно то же самое. Это ошибки менеджмента. И мы вынуждены будем с этим работать, да. И если у нас менеджеры не будут становиться качественными, мы постоянно будем тушить пожары с вами, вот эти, которые происходят. Ну, вот смотрите, менеджмент... Историчный в этом, я хочу сказать. Менеджмент мы подтянули, к примеру, в 24-м году. Стал он лучше работать. Но у нас линейных... Я вот не в этом снялась. Ну, ладно. С 24-го года для этого не хватит об этом. Но с линейными-то работниками все еще хуже. Мигранты трудовые из Средней Азии массово стали уезжать. Ну, тут разные причины. И падение курса рубля, и проблемы возникают в связи с тем, что облавы устраивают на мигрантов. И они, в общем, пытаются как-то там все-таки жизнь свою спасти и уехать, например. И нам говорят, а мы вам будем привозить с африканского континента теперь. Вот прямо официально там договоренность достигнута около 10 тысяч чернокожих ребят приедут. Нет, вопрос. Система работы с этими ребятами, она какая? Это тоже менеджмент. Так ведь? Да. Ну, вот они приедут, русского не знают. Средние азиаты хотя бы еще когда-то там в Советском Союзе были. Может быть, базовый русский язык у них был. Тут-то чего делать? Слушайте, система давно существует, и она на самом деле отрабатывалась годами. Во-первых, система оформления их, она отработана. Второе, система обучения. Есть? Есть. Вы используете ее правильно и системно. Ну, то есть садитесь, учите их русскому языку, чтобы они могли интегрироваться. Дальше, сравнительный менеджмент. Они такие, мы такие, культурные. Вопрос. Садитесь тоже, их обучайте. И никак по-другому. Потому что если мы хотим открыть этот канал африканский, не проблема. Вообще не проблема. Но вы грамотно с ним работайте. Подготавливайте их к тому, где они будут работать, как они будут работать. А дальше следите и создавайте здесь условия, чтобы они жили-то по-человечески. Константин нам пишет традиционное. Дефицит у нас труда и большой избыток бездельников. Нам надо перетрясти общество радикально. Увы, никто у нас не умеет это делать и менять систему труда. Константин, хочу вам в очередной, в десятый раз напомнить, что в Свердловской области дефицит рабочих и дефицит менеджеров одинаковый. Прямо одинаковый. Это правда. 3,8 в прошлом году у нас с вами было количество резюме на одну вакансию. Это усредненное по рынку. 3,8. Это очень мало. Сейчас нормой считается 5. Нормой считается 5. У нас 3,8. Но поверьте мне, 5 это не норма. 5 это количество бумажек на одну заявку. Понимаете? Что внутри этой бумажки? Я имею в виду резюме. Мы не знаем. Для нас, для рекрутеров, для нашей отрасли рекрутинга, нормой считается минимум 10. Минимум 10. В 3 раза меньше. А у нас 3,8. Понимаете? И на этом уровне, конечно, дефицит, он значительный, да, и он будет усугубляться. Но дальше я захожу. Вот 3,8. А дальше я захожу вовнутрь в качество. Что там, да? Поэтому дефицит, это, да, он есть, и он будет такой же. Если говорить еще про тенденции, что будет? Ну, про демографию мы все понимаем. И, кстати, цифра, по-моему, по демографии в этом году была хуже даже, чем в 90. И дальше прогноз, он, он плохой. Да, да, такой же. Да, вот если мы там говорили в прошлом году о статье, да, где мальчик нам показывал с Хабра, да, с девайсом, что вообще-то демографическая ситуация не сильно-то изменилась, да, за последние 20 лет, то сейчас тренд, он именно идет на уменьшение дальше. Еще рожать меньше будут, еще меньше людей будут идти работать и так далее. А 60% компаний на следующий год, 60%, вдумайтесь, это по рынку, это весь уровень предпринимательства, да, и крупное, и среднее, и мелкое. Они заявили о том, что у них будет рост количества вакансий. Да, да, это так. Да? То есть они планируют увеличивать. Да, да, 60% компаний. Дальше, ну, планируется выравнивать зарплаты до рыночного уровня там и все такое. Вахтовая вакансия будет расти. Ну, вахта, это не значит, что уехали на севера, это режим работы такой имеется. Смотрите, вот этот тренд уже пошел, и в этом тренде есть много негатива на самом деле. Почему? Ну, то есть заявляют одно, а по факту человек, приезжая на вахту, он же уже, когда приехал, да, он же уже ничего не может сделать. Уже не соскакивает. И очень часто так случается, что люди, которые едут на вахту, они берут свои последние деньги, что называется, да, и едут куда-то в другой регион, а там их обманывают. К большому сожалению, это такой большой тренд по рынку на сегодняшний день, да, он может иногда вообще ничего не получить. Но это скоро закончится, да, ну, потому что врать бесконечно невозможно, да, и туда уже обещают, да, привлечь внимание к этому. Вангую, что будет еще одна история в связи со всем вышесказанным. В интернете очень много есть, ну, таких разрозненных площадок отзывов о работодателях. Вангую, что они будут подниматься в связи с этим. Безусловно. То есть будут люди давать обратную связь. Так и сейчас уже люди дают обратную связь. Ну, то есть вот HR-бренды, они зачем создаются? Ну, логично, да. Они создаются именно для этого, да, ну, то есть чтобы создать доверие у потенциального соискателя, да. Если я не слежу, но, к сожалению, мы не можем взять, там, вот, и исключить исключения, да, негативные, да, они есть. И они будут всегда. И они сейчас есть на рынке, да, это как у нас в сложные периоды, там, 2008 года, да, когда все обрушилось, да, у нас с вами появились компании, которые начали продавать содействие на рынке труда. Да, помните, были такие мошеннические схемы, да, когда вы, вы там, платите нам деньги, да, мы устраиваем вас на работу, что вообще совершенно невозможно, да, это противоречит вообще всем условиям рынка, но, тем не менее, это существовало и в массовом порядке, и это было. Ровно то же самое здесь, да, ну, то есть я использую этот инструмент, да, но в конце этого инструмента у меня идет обман, то есть синдром обманутых ожиданий, да, он у нас нарастает. Поэтому здесь это тоже будет меняться, но это есть. И это будет нарастать. То есть миграция, да, а вахта, это все-таки миграция, да, она будет нарастать, потому что есть, ну, такие, как мы с вами, активные экономические регионы, да, а есть глубинка, но в глубинке тоже сейчас строится большое количество производственных предприятий, да, и мы каким-то образом должны их наполнить. Они будут действовать именно этим способом, потому что другого выхода у них нет, количество не увеличивается. Я тут общался с ребятами, у них сельхоз предприятия, ну, бывший колхоз, ну, в общем, они продолжают то же самое, что когда-то при советской власти делать, но теперь немножечко более механизированные труды и так далее, и так далее. И у них есть проблема в том, что с ноября месяца работать негде. Ну, потому что уже все, что нужно скосить, скосили, все, что нужно загрузить в амбары, загружено, и до апреля месяца делать на деревне нечего. Да, все верно. И люди уезжают в город, там, работают, опять-таки, на вахту, охранниками, подсобными рабочими и так далее. Сейчас самая большая проблема у владельцев этого бизнеса, чем занять людей вот в эти месяцы. Так вы договоритесь с другими работодателями, которые в городе, да, вот есть работодатель в деревне, грубо говоря, да, у него есть понятная сезонность, но он точно не хочет на следующий сезон остаться без людей, правильно? Ну, то есть это долгосрочное планирование, да? И он берет и договаривается с предприятиями в городе, которые его сотрудников на зимний период забирают к себе вахтовым способом. И они нормально договаривают, это нормальные договоры, да? Ну, вот где зимой у нас на предприятиях там хорошо работать, есть у нас такие... Это же коммуналка, кстати. Вот, отдайте, поменяйтесь, да? А весной обратно заберите, да? Ну, то есть и одни должны подстраивать свою систему управления под это, и другие, и это разумный обмен абсолютно. Вопрос, что этих с кем пока не существует, да? Ну, то есть это вот только на уровне нашего с вами там вот логического восприятия, но пока это не существует как инструмент. Вы имеете в виду на законодательном уровне? Да, 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 да. Надо не миграцию наращивать, а увеличивать количество своих рабочих, пишут нам. Ну, за счет чего? Мы не можем... Вы наколдуете. Нет, смотри, можно... Вот давайте тоже. Можно 500 раз сказать про престиж рабочих профессий. Но это пустые слова будут. Нет, смотрите. Пока это не будет наполнено реальным. Это не пустые слова. Это должно быть, пропаганда этого должна быть, но должно быть и содержание, да? Ну, то есть для ребят должны быть программы, да? Ну, не только красивые картинки на телевидении. Да, да. А дальше, да, происходит следующее. То есть вот этот инструмент, это инструмент, правда, но он сработает через 10 лет. Не мгновенно, да. Мы результат получим через 10 лет. Мы сейчас его не получим, но то, что делать это нужно, это правда обязательно, да? Вообще вся экономика у нас с вами перестраивается, да? Ну, то есть в производство у нас сейчас идет огромный уклон, и это правда, и это хорошо, потому что это все равно стабилизация на нашей территории. И поэтому эта перестройка, она пойдет. Но миграцию мы с вами не отменим, потому что... Как никто не отменит? Вообще никто не отменит, в принципе, потому что человек, нормальный человек, да, который занимается собственным развитием, да, и занимается развитием собственной семьи и там продолжением себя в пространстве, да? Он зачем идет? Труд это что? Это обмен, так ведь? Я обмениваю, сколько мы с вами про это говорим, я обмениваю свои компетенции на деньги. Если мне в этом регионе дают более хорошие условия и платят более высокую зарплату... Поедут туда. ...для меня, как для семьи и для рода, это очень важно, потому что основная цель продолжится. Я поеду в эти условия, безусловно. Другой вопрос, что это надо регулировать. Конечно. Понятно, конечно. Конечно. Трудовая миграция, это неотменяемо. Неотменяемо. Еще один момент, мы тут часто говорим про профориентацию. Мне не очень нравится, скажу честно, вернее, не все тенденции нравятся. Ну, те, которые, так сказать, сейчас насаждаются, я по-другому даже не могу это назвать. Но в целом мы понимаем, почему это происходит, и что, ну да, наверное, это необходимо делать. Какие тенденции вам не нравятся? Ну, например, формирование, например, двух десятых классов из шести и девятых в школах, это часть профориентации, если что. Честно, я вообще про вот это не знаю. У меня профориентация немножко с другой стороны подсвечена. И мы этот вопрос работаем в Уральской торгово-промышленной палате очень активно, потому что это большая проблема. Вот в прошлом году, да, мы на форуме когда собирались, у нас была секция промышленности. Вот как раз там очень горячо обсуждался вопрос, а где дети для потенциальных сотрудников производственных предприятий, да, что с этим происходит. И там мы горячо обсуждали вопрос вернуть профориентацию в школы. Мы с вами про это тоже говорили, да, то есть система УПК, которая, это вообще-то научно разработанная система, да, которая работала у нас в Советском Союзе и работала достаточно неплохо. Это правда, да, она была уничтожена за последние 30 лет. И сейчас, да, когда мы говорим, верните профориентацию в школу, нам вот в июле месяце ответили, мы профориентацию в школу вернули. В какой форме? Наверное, это здорово. Подождите, подождите. Это не здорово. Не здорово. Потому что они вернули час профориентации. Час, ребята. Это явно мало. И у них есть ресурс для реализации этого. Во-первых, они решили возложить это на учителей сначала. А, ну да. Учителя уже в сумасшедшем доме. И так, абсолютно. Плюс навык профориентации, ну вот передачи, инструменты профориентации у них есть. Нет, кто их обучил? Они сами-то уже, я говорю, они там совершенно в другом варятся. Дальше. Что пошло в школу? Вот там есть эти клубы выпускников. А давайте вот ребята из клубов выпускников разного уровня придут и будут рассказывать на этом часе про свои профессии. Ребят, ну просветительство никто не отменял. Но просветительство это не профориентация. Абсолютно. То есть системы нет абсолютно. И нет реализаторов. Хотя реализаторы в бизнесе, они есть. Какое количество консультантов по карьерному консультированию у нас есть? Их много. Даже есть ассоциация карьерных консультантов. Вы сделаете программу. Партнерство государства и бизнес. У государства есть потребность. Бизнес может его реализовать. Создайте программу. И вот на этом уровне мы будем в этом году работать, чтобы это вернулось. Потому что, ну невозможно. Я вот даже сейчас, вчера порадовалась, мой младший ребенок, который учится в кулинарном колледже. Она мне говорит, ну она в колледже учит. Ей через год нужно уже поступать в высшее учебное заведение, там на третий курс, все. Вот. Она говорит, ты знаешь, я решила сменить направление. Я не хочу быть поваром. Ну поваром это условно. 30 секунд. И она говорит, я решила, вот тут съездила опять же на школу лидерства. И я, говорит, решила, мама, пойти в психологию. Ух ты. Как ты. Вот она. Я чуть с ума не сошла. Я говорю, ты чего? Она говорит, слушай, ну я же это знаю, умею, понимаю, я могу это делать. У вас кровь. Да. И на самом деле, по факту, это должно было произойти внутри программы профориентации. А вот так. А не за ее поделом. Понятно. Вот. Поэтому это нужно. Вот. Самый главный вопрос. Смогут ли на профориентации выявить реально то, что необходимо ребенку? Инструменты эти есть. Это понятно. Нужно их системно использовать. Ольга Чебыкина с нами, управляющий партнер HR-клитера. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.